Владислав Карклин, известный дирижер Мариинского театра в Санкт-Петербурге, концертирующий по самым крупным симфоническим площадкам Европы, три года назад познакомился и впоследствии возглавил симфонический оркестр Краснодарского творческого объединения «Премьера». Теперь в плотном графике музыканта большие концерты на сценических площадках чередуются с выступлениями, которые оркестр дает в городах Краснодарского края. Прошел такой концерт на днях и в Славянском районе. Но никто не знает, что, конечно же, хэви-метал-рок начался у нас в России. И первое произведение хэви-метал-рока сочинил Модест Петрович Мусоргский, сам не подозревая того. Сейчас вы услышите его музыку в исполнении рок-группы. Пожалуйста. А вот так звучала музыка прародительницы металла в середине 18 века. Придумал ее Модест Мусоргский. На таких примерах на протяжении часового концерта строился диалог между музыкантами и зрителями. Концертная программа, с которой симфонический оркестр Краснодара приехал в Славянск, называется «Музыкальные сокровища для детей и взрослых». В ее рамках зрители знакомятся с бессмертными классическими произведениями – «Рассини», «Мусоргского», «Грига», «Глинки», «Чайковского» и многих других известных композиторов. Как подчеркивает дирижер и художественный руководитель оркестера Владислав Карплин, классическая музыка – это не просто старинные произведения. Это музыка, проверенная временем. Спустя столетия она продолжает оставаться интересной и поражает новизной звучанием. Стоит отметить, что для классического коллектива зритель был приглашен сложный. В основном в зале сидели дети, учащиеся школ города. Но, как отметил в нашей беседе после концерта Владислав Валерьевич, от юных зрителей чувствовался отклик. На Кубани многие люди считают, что симфоническая музыка, классическая музыка, опера – это не их искусство. И я стараюсь своим творчеством пропагандировать то, что вы сейчас увидели. В зале была абсолютная тишина. Дети слушали произведения. Конечно, они связаны были со сказками, но произведения это писались композиторами. И не для детей. И с небольшими пояснениями дети с открытыми ртами прослушали всю программу. Я думаю, если бы мы продолжали играть наш концерт, они бы сидели и дальше бы слушали. А какой восторг испытывают маленькие детки, вы видели. Я думаю, что взрослые, которые не доверяют и боятся приходить на серьезные произведения, оперные, совершают огромную ошибку. Сегодня мы какие-то даже инструменты им показали. Например, дети запомнили, что квакующий инструмент – это тромбон. Что скрипочка может играть, как птичка, может мяукать, как кошечка. И вот эти вещи, я думаю, они сегодня унесли с собой. И уже три инструмента выучили. Вот моя окончательная цель – это сделать так, чтобы ребенок, побывавший на нашем концерте, пришел домой и сказал, «Папа, купи мне, пожалуйста, флейту». «Папа, я хочу научиться играть на музыкальном инструменте». Владислав Карклин является создателем представленного цикла. Его цель – приобщить детей к музыке, а через детей донести классические произведения и до взрослых. Ведь в отличие от столичных городов, традиция посещать подобные мероприятия у нас пока не развита. «Мужчины, пригласите своих жен в театр, вы увидите их в прекрасных платьях, а вы услышите самую красивую музыку. Понимаете, человек, который слушает красивую музыку, он мечтает о чем-то прекрасном, потом это создает, потому что все наши мечты воплощаются в реальность». Дирижер выразил надежду, что это был не последний визит оркестра в Славянск-на-Кубани и пригласил всех славянцев в гости на домашние концерты музыкального театра. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова